Лидеру Франции не удалось уберить Китай отказаться от поддержки России, так начавшийся визит Макрона в Пекин комментирует политика, но речь в Поднебесной не только об Украине. Макрон продвигает поставку европейских самолетов и других товаров в КНР, но сколько вероятность сближения Китая с Евросоюзом на фоне противоречия Пекина и Вашингтона? Эммануэль Макрон в Китае говорит не только об Украине. Президент Франции начал трехдневный визит в КНР, в ходе которого обсуждается как вопрос двустороннего экономического сотрудничества, так и связанный с конфликтом на Украине. Макрон рассчитывал убедить Китая воспользоваться своим влиянием на Россию, с тем самым способствовать достижению мира. Одновременно с Макроном в Пекин прибыла глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Насколько вероятно сближение Китая с Евросоюзом? Комментарий Георгия Буфта. Макрон хочет перейти на более доверительные отношения с председателем Си. Хотя в первый день их переговоры продлились всего полтора часа, планируется дополнительное общение в ходе совместной поездки в город Гуанчжоу. Там отец Си Цзиньпин работал на заре китайских реформ губернатором провинции Гуандун. Тем самым Макрон, видимо, хочет выбрать свой имидж главного переговорщика Европы после того, как в прошлом году он вызвал критику за многочасовые, но совершенно бесплодные телефонные разговоры с Путиным, которые не смогли ни предотвратить, ни потом остановить конфликт в Украине. Впрочем, судя по совместной пресс-конференции Макрона и председателя Си, особых прорывов на украинском направлении не случилось. Зато была подтверждена обоюдная приверженность недопустимости использования ядерного оружия, в том числе в украинском конфликте. Совместный визит Макрона и главы Еврокомиссии стал классическим форматом злого и доброго следователя, где фондер Ляйен была первым. Накануне поездки в Пекин она выступила с жесткой программной речью об отношениях ЕС с КНР, призвав страны Европы избавиться от чрезмерной зависимости от Китая, и намекнув, что ЕС может выйти из всеобъемлющего соглашения о взаимных инвестициях 2020 года. Она также призвала страны Европы смелее использовать новые инструменты против КНР, включая углубленную проверку иностранных субсидий и инвестиций на предмет подрыва нацбезопасности и шпионажа. Если в Пекине Макрон стелил мягко, говоря, что Китай может сыграть важную роль в поисках путей к миру на Украине, но и Европа не должна экономически отделяться от Китая и должна сохранять торговые отношения с ним, то фондер Ляйен гнула более жесткую линию, призвав КНР сыграть свою роль в продвижении мира и справедливости, но только такого, который уважает суверенитет и территориальную целостность Украины. И даже дернула за хвост китайского дракона, заявив касательно Тайваня, что никто не имеет права в одностороннем порядке менять статус-кво угрозой применения силы в этом регионе. Относительно возможных поставок оружия России она ясно дала понять, что это нанесет значительный ущерб отношениям ЕС и КНР. В совместной пресс-конференции с председателем КНР глава Еврокомиссии удостоена не была. Зато ей, по ее словам, удалось добиться согласия Си позвонить Зеленскому, но когда для этого сложатся условия. А вот Макрон как раз на такой пресс-конференции публично призвал председателя Си образумить Россию и посадить ее за стол переговоров, после чего, видимо, счел свою миссию на украинском треке, выполненной за невозможностью добиться перемены позиции Пекина в отношении Москвы. Когда Макрон говорил в ходе данного мероприятия в два раза дольше хозяина встречи, то временами Си Цзиньпин выглядел даже раздраженным и несколько раз глубоко вздохнул, когда Макрон обратился к нему напрямую, импровизируя по поводу военного конфликта на Украине. Китайский лидер в своем выступлении Россию не упоминал вовсе. Главная же цель визита Макрона в Китай была не Украина, а бизнес. Он привез с собой делегации из полусотни лидеров корпораций, включая Airbus, производители люксовых товаров Louis Vuitton и атомного энергогиганта Electricité de France. И не зря. Были подписаны ряд крупных контрактов. В частности, соглашение о продаже 160 самолетов, включая 10 штук А-350. Это лишь часть сделки на 36 миллиардов евро по закупке почти 300 бортов Китаем, объявленной Airbus в прошлом году. Также речь шла о расширении присутствия Airbus в Китае, где уже 15 лет действует сборочная линия узкофюзеляжных самолетов. В портовом городе Тяньзин недалеко от Пекина собирают 6 самолетов А-320neo в месяц. Хотя Макрон и оговорился, что не видит противоречия между заявляемым Еврокомиссией курсом на снижение зависимости от Китая в телекоммуникациях и некоторых высокотехнологичных отраслях и расширением бизнеса по другим направлениям, его политика явно отличается от той, которую хотел бы видеть Вашингтон в исполнении европейцев на китайском направлении. Зато она совпадает с устремлениями Китая добиться большей самостоятельности Европы от американской политики ограничений против КНР в области высоких технологий. Французские компании уже давно вовлечены в ряд важных инфраструктурных проектов в КНР, включая строительство высокосоростных железнодорожных линий. Между французской «Сафран» и авиационной корпорацией Китая есть СП по созданию двигателя для китайского лайнера С-919. В свою очередь, китайские компании имеют долю в важных инфраструктурных проектах во Франции, в том числе даже атомных. Французская «Тоталь» имеет соглашение с китайской энергетической инвестиционной корпорацией по развитию солнечной энергетики во внутренней Монголии и по всему миру. Так что украинский конфликт отдельно, а бизнес отдельно. Французский президент показал, что может успешно совмещать неприятное с полезным.